Московский драмтеатр имени Пушкина представил на Международном фестивале искусств Шостакович-Самарское время популярный во всем мире спектакль «Рыцарь пламенеющего пестика». Это новое прочтение комедии английского драматурга Фрэнсиса Бомонта. Впервые пьесу поставили в 1607 году, но она и сегодня не теряет своей актуальности. Современная постановка ирландского режиссера Деклана Доннеллана получила мировое признание и множество наград, в том числе премию «Хрустальный турандот» в номинации «Лучший спектакль». Он необычный, он неординарный по отзывам всех критиков, и сегодня самарская публика получит, я думаю, большое удовольствие. В центре сюжета конфликт между режиссером и публикой. Подставным зрителям в зале театра не нравится спектакль. Они спорят с персонажами комедии, начинают руководить представлением и вводят в постановку своего человека в качестве странствующего рыцаря. Здесь можно увидеть отсылки и к Дон Кихоту Сервантеса, и к Генриху IV Шекспира, и к другим пьесам популярных авторов прошлых столетий. Однако в новой постановке легко угадать и своих современников. Играем мы это, но в таком современном, в общем, варианте. У нас нету пижем, исторических костюмов, собственно, они не нужны. И у режиссера Деклау Доннилана, который поставил спектакль из Англии, это, в общем, его традиционная манера. Он всегда это делает во времени сегодняшнем. Премьера спектакля в современной интерпретации состоялась в январе прошлого года в Москве. До пандемии рыцарь пламенеющего пестика завоевал столицы Западной Европы. Состоялось 17 представлений только в Париже. Причем диалоги были на русском, а субтитры на языке зрителей. Искушенная публика была в восторге от работы режиссера и от игры актеров. Она дико уновалась, играя для вообще другой публики, иностранной. А мы сыграли его и, собственно, и для французов, и для испанцев, и для англичан. И как показывает практика, если продукт хороший, это никогда никому не мешало. Нету никаких барьеров языковых. Было очень смешно. В Испании одна газета написала. Совершенно непонятно, как принимали этот спектакль во Франции, потому что то, о чем этот спектакль, это совершенно злободневная тема для нас, для испанцев. Поэтому не очень понятно, что там видели французы. А французы, со своей стороны, наоборот, писали, что это суперсовременная, актуальная тема. Что касается структуры и основной мысли, никто не переписывал Бомонта. Там по мысли, и по структуре, и по сценам все абсолютно осталось, как в оригинале. После участия в Самарском фестивале театр продолжит гастроли в других грядах России. Светлана Кудрявцева, Сергей Изоркин, Константин Головин. События.